Привет, народ! Что-то я запоздал с этим обзором. Просто праздники, лютый забухон и отдыхалово. В общем, всё как обычно в это время года, но думаю, всё же надо выпустить ролик по данному кинофильму, если хочу пойти на пресс-показ стекла. Ой, что я сказал? Короче, неважно, это всё. Давайте я буквально мимолетно пробегусь по новой сказке от Диснея, потому что рассказывать что-то подробно здесь особо не надо. Это же просто сказка для детей и для взрослых, типа для семейного... Ну ладно, давайте начнём. Итак, Мэри Поббинс возвращается. Это прямое продолжение оригинального фильма 64-го года, рассказывающего историю, завязанную на Майкле и Джейн Бэнкс. Детях из первой части, и простите за тавтологию, а также на их детях. Сам сюжет повествует нам о том, как старая добрая нянечка пытается вернуть в ей знакомую семью детский и оптимистичный взгляд на жизнь. Дать понять, что ко многим моментам из нашей жизни нужно подходить с оптимистичным взглядом, а не убиваться от горя в любой сложной ситуации. Но при этом и не забывать о сложностях препятствий, которые ждут нас на пути. И вот именно на такой моральной подоплёке и держится весь фильм. Если так можно сказать, то это развитие многих сценарных идей первой части, а также техническая подкрутка к современным стандартам. Чтобы история смотрелась немного живее, свежо и интереснее. Джессер отлично смог передать атмосферу оригинала, сделав кучу визуальных отсылок на первую часть, а также привнёс в свой проект что-то своё. Также хочется отметить, что картина имеет очень органичный, качественный и именно что сказочный визуал, который не режет глаза, а именно дополняет историю, давая ей именно этот шарм детской наивности. Ну и главный плюс ленты для меня это Эмили Блант, которая на 100% справляется с ролью и забирает фильм своим шармом и харизмой. Уж очень хорошая актриса, которую многие недооценивают. Конечно же это не идеальная сказка. Почему? Потому что это ещё и мюзикл, музыкальные номера которого абсолютно не запоминаются и выглядят уж слишком приторно и заезженно, цепляя иногда разве что картинкой. И то многие музыкальные сцены были уж слишком перетянуты или вообще не нужны ленте, а вставлены лишь для того, чтобы хоть как-то наполнить хронометраж. Только непонятно для чего, ведь кино и так идёт 2 часа 10 минут и может очень сильно утомить к концу. А также в сценарии есть пара моментов, которые нужны только ради как раз создания этих музыкальных сцен и никак на историю в целом не влияют. Да и вообще здесь есть некоторые такие ошибки в том, что сюжет не совсем цельный. Он, можно сказать, эпизодный и основной сюжет длится где-то в начале 20 минут и в конце 20 минут, а между ними такой какой-то пробег по сказочному миру, но при этом интересный. А это, кстати, тоже, ну как бы, не есть гуд. Ну, не совсем гуд. Короче, не знаю, что ещё тут можно сказать, давайте сделаем выводы. Новая Мэри Поппинс это атмосферная, красочная и весёлая дань оригиналу, выполненная в его атмосфере с крутым визуалом, харизматичной Эмили Блант и неплохой моралью. Но со слабыми музыкальными номерами, некоторые из которых не нужны либо слишком затянуты, а также с кое-какими ошибками и просчётами в сценарии, которые делают сюжет более растянутым и немного раздрозненным в собственных эпизодичных моментах. Итоговая оценка 7 из 10. Детям это кино точно понравится, а вам бы стоило прежде подумать, задуматься, потому что, возможно, это не совсем то, что вы хотите посмотреть на досуге. Ну, в общем, решать, как обычно вам. Ну, а с вами был я, BlacksInfinity. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Всем доча, всем пока, берегите себя. Покедова.